Ход исполнения предвыборной программы партии Аманат в регионах проверили мажорисмены. В Актюбинской области депутаты Жилда Сулейменова и Казыбе Калишев посетили социальные объекты, а также ознакомились с процессом модернизации новоальджанского мелькомбината. Предприятие открыто в 1991 году на базе элеватора, а сейчас это крупнейший мельничный комплекс в стране. На предприятии работает 250 человек, а его продукция продается не только в Казахстане, но и за рубежом. Мы стараемся каждый год проводить модернизацию, так как предприятие, сами видите, старое, то есть необходимо каждый год финансовые вливания. Допустим, робот год назад нами был приобретен из Германии, позволяет упаковывать мешки на поддоны, в принципе, заменяет работу двух-трех человек, то есть очень удобно, оперативно. Этот комбинат, он выпускает продукцию для экспорта, и иногда бывают необъективные запреты. В рамках комитета социально-культурного развития, да, и в рамках работы комитета по аграрному развитию, мы все те вопросы и все те предложения на Казы будем рассматривать совместно с правительством. А в Жамбылской области депутаты ознакомились с ходом строительства школы в селе Ойтал. Объект рассчитан на 200 учеников, однако строители столкнулись со сложностями. Почва оказалась глинистой, а обычная технология заливки фундамента не подходила. Однако решение проблемы все же нашли. К слову, в старой школе Ойтала около тысячи детей вынуждены учиться в три смены. Но с открытием новой проблема решится полностью. Согласно предвыборной программе партии Аманат, за пять лет в стране будет создано свыше одного миллиона новых ученических мест. Этому поспособствует и данная школа. Вплоть до завершения строительства объект будет находиться на контроле партии Аманат.